приветствую вас дорогой зритель у нас аймак с типовой неисправности в вай фай модуля сейчас я вам покажу как она проявляется всегда по-разному просто нужно будет запомнить что модели аймак двадцать седьмой и двадцать первой версии вышли которые в тонком корпусе а 1418 1419 2012 года по 2013 год у них была эта проблема у нас как раз 27 мар с данной проблемой помимо типовой неисправности у этого аймак еще есть одна проблема сейчас подключены питание включим его и вы услышите он ругается на оперативную память извлекаем кабель питания и как раз там находится кнопочка на нее нажимаем колпачком ручки и извлекаем заглушку там располагаются модули оперативной памяти четыре слота и все четыре слота заняты памятью установлена 16 гигабайт 2 родные планки памяти и 2 низковольтные также нам надо будет потом разобраться какая именно память не работает может несколько не работает отклеиваем дисплей точнее скотч чтобы извлечь дисплей посмотреть что там внутри нашего и маг что делали в другом сервисе как раз мне интересно почему отказались от ремонта и вернули мак владельцу один винтик отличается не родной на который вкручен кулер берем отвертку т10 и выкручиваем винты право динамика сдвигаем правую сторону также берем отвертку т5 и выкручиваем маленькие винтики удерживающие вайфай модуль снимаем антенные кабели извлекаем модуль неисправный модуль вайфай может проявлять себя по-разному иногда проявляет так что указывает на то что видео чип ваймак неисправен начнем тестировать оперативную память хватаем первый попавшийся модуль и вставляем самый нижний слот подключаем питание нажимаем включить пока в открытом положении до того момента чтобы услышать гонг гонг был аймак включился работает три индикатора горят надо будет вернуть дисплей обратно в корпус и все проверить обесточиваем аймак возвращаем правую колонку обратно на место пока что без вайфай модуля подкидываем наш дисплей подключаем шлейф дисплея и шлейф подсветки матрицы прихватываем также скотчем чтобы он не съехал не упал почти готово сразу прихватываем на скотч подключаем питание задней стороны и нажимаем кнопку включить сейчас должно появиться изображение он включился пошла загрузка вайфай модуль я извлек пароль конечно нам неизвестен поэтому загрузимся со своего диска подключая внешне свой жесткий диск операционной системой хай сиро при включении удерживаю клавишу alt на клавиатуре либо options загружаемся после загрузки надо будет почитать смарты ssd и жесткого диска ранее здесь делали апгрейд и видим что жесткий диск родной на 1 терабайт он в порядке также почитаем сторонний им сата ssd его 850 он также в порядке и все с ним прекрасно все работает по словам владельца предыдущем сервис центре паяли видео чип ну давайте тогда запустим иван бенчмарк и погоняем его примерно час на тестах остальную оперативную память пока идет тест я за кадром проверю на другом аймаки работоспособность чтоб не терять время один час спустя чип нагрелся до 93 градусов и проблем с ним нет я как раз проверил оперативную память и отметил какая работает какая не работает в общем три модуля рабочие один модуль не рабочий в общем низкого это момент это модуль мы убираем и оставляем 2 по 4 не парень с обычным что вай-фай мод на работе раму и будет конфликтовый сам его я также нашел у себя вайфай модуль но я не помню рабочий он замененный он или нет поэтому вставим и по факту проверим сразу поэтому хочу сразу предупредить это является типовой неисправностью когда вам приносят данную машину 2012 2013 года в первую очередь что стоит сделать разобрать извлечь вайфай модуль прежде чем паять видео чип насколько мне известно у данных машин нет проблем с видео чипами встречается очень редко в основном был случай только на 21 750 видеокартой 2013 года в общем я разобрал вернул обратно родной неисправный модуль включил погонял тесты он нагрелся и не включается видите включить вайфай он его не включает вот так вот проявляется типовая неисправность а сейчас если выключите ему перезагрузить сбросить параметры снова включить и вайфай заработает но ненадолго до того момента пока он не нагреется как только вайфай модуль нагревается он начинает глючить отключаться перестает работать и аймак может зависнуть и даже выдать артефакты которые будут указывать на неисправность видео чипа но хотя чип здесь ни при чем вот видите вайфай заработал и вот наш аймак сейчас я вставлю тестовый модуль хотя я не знаю рабочий он или нет вот выбор сетей вайфай с правой стороны этот спойлер завис то есть я вправо влево кликаю ввожу мышку даже пропала мышка то есть компьютер полностью завис сейчас он автоматически сам перезагрузится после сбоя видите вожу курсором мышки курсор исчез и при этом нет реакции вот он потух сейчас он будет сам автоматически перезагружаться то есть у нас проблема с вайфаем из-за нее компьютер может вести себя неадекватно перезагружаться зависать выдавать артефакты причем это только из-за неисправного вайфай модуль будет также указывать на все остальные ошибки вот и видим в другом сервисе они решили запаять пропаять видео чип поэтому обесточиваем май маг достаем неисправный вайфай модуль устанавливаем в него тестовые хотя тестовый тоже может быть не рабочим потому что я не помню загружаемся в систему со внешнего диска после загрузки системы сразу вижу что тестовый вайфай модуль тоже неисправный то есть он даже вообще не отображается в системе хотя bluetooth работает тут все понятно нужно будет искать вайфай модуль сейчас я приготовил низковольтную память для проверки слотов установил две планки по 8 гигабайт и тут я вам показываю что все четыре слота они исправны и работает стабильно это очень хорошо что все четыре слота оперативной памяти работает стабильно то есть у нас получается один модуль оперативной памяти вышел из строя и он не работает со вторым модулем низковольтные будут конфликтовать поэтому извлекаем и оставляем два модуля по 4 гигабайта низковольтные далее убираем все лишнее со стола сейчас мы разберем и посмотрим что там делали так как по словам владельца там перепаивали видео чип поэтому все равно следует разобрать снять материнскую плату снять радиатор и посмотреть что там паяли обесточиваем май мак отстегиваем шлейф дисплея также отстегиваем шлейф подсветки дисплей убираем его в сторону чтобы не разгрохать выкручиваем наш неисправный вай фай модуль тестовый сейчас я его сразу в мусор закину чтобы его там не было также я обнаружил что один винтик тут не родной его взяли видимо с моноблока и закрутили возможно в сервисе обронили потеряли такое явление бывает поэтому белый винт убираем в сторону выкручиваем остальные два и кладем вместе извлекаем наш огромный кулер вентилятор у нас чистый предыдущем сервисе его уже чистили лопасти чистые то есть пыли вообще нет хорошо выполненная работа по очистке корпуса от пыли хорошо почистили единственное что мне не нравится это скотч на который собирались приклеить дисплей одним слоем выложили наш скотч акриловый 3 м 5 миллиметров прозрачный такой нельзя использовать дисплей обязательно отвалится через месяц-два берем отвертку т10 и выкручиваем не винты блока питания нашего и мак отстегиваем все шлифа аккуратно не торопясь наклоняем к себе извлекаем блок далее переходим к жесткому диску откручиваем два винта и отстегиваем сата кабель и убираем сторону выкручиваем с помощью круглогубц переходной винт верхней части на которой крепится блок питания далее видите внутренний винт берем отвертку т8 и выкручиваем его также сверху радиатора находится винты широкой юбкой выкручиваем их и кладем отдельно запоминаем а теперь можно смело выкрутить остальные винтики по периметру материнской платы аккуратно отстегиваем правый шлейф снизу он отвечает у нас за аудио джеки отстегиваем сата дата сата power с внутренней части материнской платы наклоняем от плату на себя и извлекаем ее подстегиваем на стол под материнскую плату губку поролоновую и начинаем по диагонали по чуть-чуть выкручивать винты не сразу до конца а понемножку это делается для того чтобы не испортить ножки сокета процессора поэтому в первую очередь мы выкручиваем не спеша понемножку винты процессора также убираем перегородку которая там установлена помимо за жирного механизма вот снимаем 1 вот снимаем 2 и точно также по диагонали ослабляем винты видео чипа на уже потом последовательно их выкручиваем как показано на видео убираем перегородку переворачиваем материнскую плату на другую сторону сдвигаем наш радиатор и кладем рядом до видео чип появился даже остался плюс термопасту использовали хорошую я вижу что это арктик м x4 в наших сервисах в нашем городе алмата плюс не удаляют делается это для того чтобы доказать владельцу что они действительно выполняли работу в принципе сделано все нормально компаунт был снять из видеопамяти и а также самого чипа по краям хорошо что чип ефи не паяли на то у нас есть привычка в наших сервисах надо паять bios когда приходит маг не включается и тому подобное очень плохая привычка но в общем все хорошо так что я добавляю нашу термопасту arctic mx4 возвращая обратно наш радиатор и начинаю прикручивать радиатор они прикрутили более менее нормально молодцы что не загнули ножки сокета процессора потому что их можно легко погнуть так как много плат приносят после самостоятельного ремонта либо сервисы которые не делали маки стали брать делать на ремонт маки и конечно не загибали ножки сокета процессора закручиваем именно так как я показываю сейчас на видео для того чтобы не загнуть ножки сокета процессора в общем собираем все обратно в корпус все прикручиваем выставляем как нужно возвращаем блок питания закручиваем его возвращаем наш жесткий диск подключаем дисплей страхуем его чтобы он не съехал загружаемся со внешнего диска и запускаем heaven benchmark графический тест и также даем поработать нашему iMac примерно час температура восемьдесят девять девяносто градусов была максимальная при нагреве а до этого было по моему девяносто три девяносто четыре а еще самое интересное что официальный графический асд тест от gsx покажет вам что саймаком все отлично нет проблем с вайфай модуль осталось только найти исправный вайфай модуль установить ваймак и докинуть память и все можно будет смело заклеивать дисплей и отдавать владельцу я думаю на этом все если вам понравилось это видео не забываем делиться в социальных сетях чтобы другие также посмотрели на этом все пока пока кот барсик передает вам привет и благодарит за донат